Всем привет! Это канал Benzo Trash. Мы продолжаем делать наши видео обзоры бензоэлектроинструмента. Не забывайте подписываться и ставить лайки. И сегодня, вы знаете, я вот шел на работу и заинтересовался вот этой пилой. Называется она VITAS. Ну, надеюсь, правильно произнес. Если что, исправьте меня. Очень она меня заинтересовала. Красивая. Решил вот взять и показать вам. Ну что ж, давайте узнаем о ней побольше. Модель BKZ4014. Итак, технические характеристики. Рабочий объем 40 кубических сантиметров. Мощность двигателя 1,9 киловатта. Холостой ход 3000 оборотов в минуту. Максимальная скорость 10500 оборотов в минуту. Шина 40 на 16 дюймов, можно сказать. Вес этой бензопилы 6 килограмм 500 грамм. Что ж, давайте открывать, смотреть комплектацию и обязательно ее соберем. Очень интересная пила. Стоимость ее в пределах 110 долларов. Я, честно скажу, не знаю, где она производится. Но вот нигде здесь не написано так, чтобы... Ну что ж, давайте открывать и смотреть. Надеюсь, и вам она понравится. Внешний вид у нее просто бомбезный. Так, открываем. Начнем мы, как всегда, с самой бензопилы. Так, достаем. Так, так-так. Та-дам! Вот такая пила у нас. Такой темно-вишневый цвет. Глянцевая. Давайте положу. Здесь у нас ручка тормоза для мгновенной остановки цепи. Также у нас есть инструкции. Вот. Инструкция вот на русском языке. Обязательно проясните, посмотрите, если у вас... Вы соберетесь покупать такую пилу. Так, пригодится. Что у нас здесь? У нас здесь шинка. Вот такая наша шинка. Сороковая. Давайте достану. Вот так вот, сороковая. Вот. На 57 звеньев. 16 дюймов. Давайте положу. Нет почему-то чехла. Ну, не беда. Чехол всегда можно докупить. Баночка для горюче-смазочных материалов. Бензина и двухтактного масла. Так. Что у нас здесь? У нас здесь... Вот, выпала из кулечка цепь. Вот. Цепь на 57 звеньев. Шах 3 восьмых. Посадка 1 и 3. Цепь, сразу скажу вам, обката. Достаточно. Не самого лучшего качества здесь вот цепь. Хватит на 8-10 кубов. Потом можно заточить. С другой стороны, можно просто купить хорошую цепь фирмы Stihl Oregon. Так. И у нас здесь есть вот такая сумочка. Фирменная сумочка. Давайте откроем. Посмотрим, что у нас там внутри. Так. Сумочку отставим. Здесь у нас вот напильник. Самого качества, никудышнего. Скажу вам честно. Диаметр четверочка у нас. Покупайте Stihl Oregon. Напильники хорошие. Этот, в принципе, нарастом уже ты хватит. Но... Также у нас здесь ключ. Ключ универсальный свечной. Пригодится нам. Упоры. Не забываем одевать упоры. Я обычно не одеваю, чтобы не тратить ваше время. Так. Ну... Ситечка. Вот так. Шестиграннички. И отверточка. Отверточка для карбюратора. Так. Вроде бы все. Больше ничего здесь нету. Давайте отложим нашу упаковку. И перейдем к рассмотрению самой бензопилы. Ну, красавица, да. Очень меня заинтересовала эта модель. Начнем сверху. Ручка прорезинена. Приятная такая резина. Как бы, не знаю, резина эта или что-то другое. Но мягкая. Очень удобно зафиксирована. Рука не ездит. Совершенно. Очень хорошо. Так. Давайте откроем, узнаем, что там у нас под крышечкой нашей. Вот так. Так. Здесь у нас воздушный фильтр. Вот такой небольшой. Вот он. Карбюратор, смотрите. Вот такой карбюратор. Все видно. И быстрый доступ мы получаем к свече, к замене свечи. Вот рекомендую всегда покупать свечу запасную. Обязательно покупайте. Все в жизни бывает. Поэтому одна свеча не помешает. Так. Ну что ж, закрываем. Вот так. Пластмасса вот глянцевая и хорошего качества. Мне вот очень понравилась такая пластмасса. Никаких зазоров нету. То есть никаких швов. Все. В общем-то очень-очень хорошо. Так. Ну что, давайте посмотрим управление нашей пилой. Здесь у нас есть праймер для того, чтобы мы могли спокойно завести в холодное время года нашу пилу. Также вот дроссельная заслонка, подсос по-нашему и газулька-блокиратор. Двойное нажатие. Только так. Вот видите, никак. Только так. Так. Здесь у нас, видите, клавиша включить-выключить. Очень хорошо. Так. Ну и наш стартер. Давайте дернем. Облегченный стартер. Звук отличный и очень легко дергается. Да. Супер. Очень хорошо. Да. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас звездочка. Давайте. Какая звездочка? Цепь и улавливатель вот такой вот у нас. Вот. Сюда ставим упоры. Вот не стоят. Уже привыкли, что ставят. Но ничего, сами поставим. Не страшно. Также наша пила амортизированная. Вот у нас есть, видите, пружинка раз. Пружинка два. И... Да, и все вроде бы, да. Так. Ну что ж. Все равно это очень хорошо. Потому что мы получаем минимальную вибрацию в руках. При работе. Пила вообще очень легенькая, я скажу честно. Вот. Так. Давайте я ее положу. И мы посмотрим на нашу крышку. Крышка-тормоз. Вот. Для мгновенной остановки цепи. Что мы видим здесь? Здесь у нас натяжитель вот сбоку. Очень удобно. Вот. Не с торца, не на пиле, а вот сбоку. Наверное, самая удобная натяжка. Так. А здесь у нас внутренности. Вот натяжной винт. И наше само кольцо, которое сжимается, фиксируя нашу звездочку. Да. Да, но пластмасса, оно хорошего качества. Так. Что ж. Я думаю, давайте мы начнем собирать нашу кулу. Вот. Цепь рекомендую ставить штиль Орегон с квадратным зубом. Потому что улучшит это, существенно улучшит качество работы. Вот. И не забываем. Вот видите, как у вас подсказочка есть на самой шине. Что нужно ставить цепь только так. Режущим зубом вперед. Вот. Вот и мы ставим нашу цепь вот так. Вот. Режущим зубом вперед. Заводим за звездочку. И одеваем на саму шину. Так, так, так. И теперь мы шину немножечко выдвигаем туда, вперед. Вот так. Так. Ну, вроде бы все отлично. Так. Теперь мы... Вот наши гаечки. Теперь вот наш натяжной винт. Вот он. Должен попасть в пазик нашей шины. Вот. Ну, попробуем. Как это будет. Сейчас узнаем. Вот так попали. Вот наши два болта оголены. Вот полностью. Мы сейчас закручиваем наши гаечки сверху. Но не до конца. Потому что нам еще предстоит натянуть нашу цепь. Потом обязательно... Я вот забываю иногда. Но вы обязательно докрутите вот прижимную крышку нашу. Прижмите шину. Вот. Так. Не забывайте. Как это делаю я обычно. Так. Давайте я все-таки немножко сильнее. Так. И здесь. Ну что ж. Наша цепь вот так. И теперь мы натягиваем по часовой стрелочке. Давайте натягивать. Пошла натяжка цепи нашей. Так. Ну что ж. Вот она подошла. Все. Я думаю достаточно. Еще один оборот сделаю. Вот так. Вот так думаю достаточно. Так. Ну что ж. Пила наша собрана. Осталось залить бензин и масло. Об этом и поговорим. Здесь у нас есть. Два бака. Очень удачно они расположены. Вы всегда можете контролировать обои. Очень удобно. Рядышком. Итак. Здесь у нас бачок. В который помещается 240 миллилитров цепного масла. Которое смазывает нашу шину и цепь. Вот. Обязательно держите этот бак на контроле. Очень быстро расходуется цепное масло. Помните об этом. И всегда пополняйте своевременно. Также наш бак для бензина. Помещается разведенного двухтактным маслом. Помним об этом. Только двухтактным. Помещается сюда 340 миллилитров. Также держите его. Старайтесь быть полным. Разводить бензин 1 к 50. Обычно такую пропорцию пишут на самом масле. Всегда покупая масло. Смотрите сзади на этикетке. Бывает и 1 к 40. Вот. Помните об этом. Но только двухтактное масло в бензине. Так. Ну что ж. Отличная пила. Очень легенькая. Удобная. Вот так срабатывает наш тормоз цепи. Мгновенная остановка цепи. Когда она нас откидывает нашу бензопилу. Помним, что если он сработал, мы не снимем крышку. Вот. Поэтому всегда держим мы его вот в таком положении. Отлично. Давайте я положу. Ну что ж. Вот так выглядит наша бензопила в Вите в собранном виде. Качество сборки очень хорошее. Пластмасса хорошая. Пила эта бытового класса. Вот. За счет компактности очень подойдет людям, которые любят активный отдых. Выезжать на природу. Шашлыки. Охота. Я думаю, много места она в машине не займет. Шинка небольшая. И в то же время она довольно-таки мощная. Также в этой пиле обещают низкий уровень шума. В общем, цена соответствует качеству. Приобретайте. Я думаю, вы будете очень довольны. А с вами был канал Бензотрэш. Подписывайтесь. Ставьте лайки. А мы будем продолжать делать наши видео обзоры для вас. Удачи. Пока.